Привет! Мы на планете героев, а если быть точнее, в Челябинске в гостях у вратаря трактора Романа Вилла. А вот и он. Как ты выходишь на площадку? Это важно выйти уверенным или нет? Я уже пытался заблокировать все эмоции в гостях, и я пытался идти с стонным лицом, и ничего. Когда-нибудь бывало такое, что ты спотыкался здесь и падал? Нет, я не могу представить, что это случилось. И я всегда очень фокусирую на моих шагах, потому что я не могу представить, что я падал в предыдущей арене. Я всегда ставлю две ноги на борт, и спокойно, чтобы я не падал. Это всегда право, как первое, и ничего не глупого. Давай немножко ты расскажешь про свою экипировку, в чем ты играешь, и начнем мы с твоего шлема. Он какой-то особенный, и как долго ты его подбирал себе? Маск всегда очень особенный для меня. Я не могу представить, что я не могу представить, поэтому это тяжело для меня. Я всегда люблю... Моя важная часть для меня, это тема лога. Это должно быть там, что для меня это самое важное. И я всегда люблю 35 романвилы на шагах. И я всегда люблю логов для лиги, где я играю. Я тоже в Свеции. И я обычно у меня будда на стороне. Это очень личный для меня и очень важный для меня. И на моих масках это точно так же. Это Сaves Helps. Это не компания, но Шимон Хрубец из Омска. Он создал группу голей, которые, по каждому шагу, мы дали 10 чек-корунки к фондам. И в конце сезона мы помогли искать детей, искать детей. Это отличный проект, поэтому каждый голей, который находится в этой организации, имеет их логов. Это очень круто. Что происходит дальше? Ты куда-то в определенное место площадки едешь? Да, да. Я идем в центре, и потом я идем в мою крючку. Я делаю маленький скейтинг там, и потом на синюю линию для национального аттема. Зачем ты делаешь вот такие движения здесь? Потому что если я не делал это, и сезон очень чистый, я просто сломаю. Так что сезон не твердый. И все голи делают это. А зачем тогда ты клюшкой потом чистишь снег? Это просто ритуал. Я делаю это так же все время, всю мою жизнь. И просто делаю это. Сумасшедшие люди, сумасшедшие. Каждый раз мотаешь клюшку заново перед каждой игрой? Нет. А у вратарских клюшек есть какие-то параметры? Флекс, угол, загиб крюка. Как вот ты подбираешься? Там не флекс. Там просто... Why are you talking? Крюшки. У голи стихов нет флексов, ни о чем-то. Но у нас есть курт. И самое главное, это хитрость. Некоторые голи у нас здесь. Некоторые голи у нас здесь. Некоторые голи у нас здесь. Так что обычно 25 см. Это мой хитрость. Но с другой стороны, я не волнуйся. Если у меня есть курт, я не волнуйся. Куда бросать полевому игроку, чтобы забросить тебе гол? Где для тебя неудобные места? Нет. Здесь очень сложно для меня. Но для меня лучше, если вы бросаете вот здесь. Не здесь. Вы можете видеть, что большие голи обычно скорены пост-ин. 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 Потому что раз, и поймал. Я обычно не делаю так. Я пытаюсь читать, что человек сделает. И тогда я реагирую. Я не делаю так. Окей, здесь есть место. Нет, я не делаю так. Впервые телеканал КХЛТВ любитель бросает профессиональному вратарю. Ты заранее знал, куда я брошу? Ну, я просто читал. Подожди. А если я смотрю туда, а бросаю туда, ты меня тоже читаешь? Ну, я не читаю, где ты выглядишь. Я читаю, как ты делаешь это. Как ты делаешь это, где руки. Это не работает всегда. Просто иногда. Ты очень хорошо. Тебе тоже все равно, какие у тебя коньки и так же, как плюшка? Или это важно? Это важно. Да. В последние 5 лет я играю с этой компанией True. Они делают специальные скейты. Вы отправили сканы на ноги, и они делают именно скейты для ноги. Это очень комфортно для меня. И я очень люблю внутрь. Я их беру и могу играть прямо по-моему, потому что они все равно, как мои ноги. Поэтому, если я купил скейты в магазине, это не будет хорошо для меня. Потому что, мои ноги немного большие, и я чувствую это. Вратарские коньки от коньков полевых игроков сильно отличаются? Что у них отличается? Вратарские коньки от коньков полевых игроков сильно отличаются? скейты сделаны так, что ты на твоих ногах более. Это легче, чем ноги. А ты, если тебе одеть обычные коньки, полевого игрока, ты сможешь в них играть? Я думаю, нет. Но ты катаешься медленнее, чем полевой игрок? Для меня движение совершенно отличается от игроков. Я не скейтываю так. Я делаю небольшие шаги, пушу и стоп. И когда я скейтываю с мужчинами, они быстрее, чем я. Но я всегда скейтываю. Я видел у вас в Инстаграме тренировку, когда вы надевали очки. Специальные. Зачем? Потому что я не могу видеть вокруг. как пушистик, так как пушистик, ты должен следить по поводу. Если пушистик, ты должен следить. Последний момент. Да. Если у вас есть глаза, ты должен работать на них. Потому что иногда ты просто делаешь это вот так. Но если вы хотите focus на него, ты должен следить. Это очень хорошая практика. Я использую это, потому что я имею extra подпадение на моих ногах. так что внутри. Когда я внизу, это больше протекция, потому что я очень часто внизу. И если вы считаете, это тысячи боевиков каждый день, весь сезон, и 10 лет. Это очень мощная на моих ногах. я использую это. То есть, ты взял какую-то поролонку и пришил ее, если тебе понадобится новая по какой-то причине. Сейчас что, неужели нет щитков, которые вот здесь более толстый слой? если я счастлив с чем-то, мне нравится, и я не хочу менять. изменение. Если это хорошо, играем с этим. Состязаться с игроком профессионального уровня мне любителю, ну, вы сами понимаете, никак нельзя. Поэтому будет челлендж, которым я выиграю. Я придумал такие правила. Тебе будет очень сложно. Ты будешь ловить шайбы с закрытыми глазами. Я хочу проверить твою интуицию, посмотрим, сможешь ли ты хоть что-нибудь поймать. Давай договоримся. У меня будет пять бросков, и если ты один поймаешь, то ты выиграл. Я выиграл? Ну, хорошо. Я знаю, я выиграю, но просто... Ты выиграешь? Ну, да. Серьезно? Ты с закрытыми глазами поймаешь броски? Ну, я думаю, ты просто там... А, что я промажу голову? Ты видишь что-нибудь? Ну, не видим. Нет? Нет. Сколько пальцев показываю? Ну, я не знаю. Просто черный. Окей. Поехали. Поехали. Да. Как ты это сделал? Ты видел? Нет. Ты не видел? Как ты это сделал? Я видел, ты прям под бросок сделал. Я просто думал, ты там. Это вообще что-то к этому халет. В заведомо выигрышном челлендже я проиграл. Это что такое? Давай хотя бы посмотрим, сколько я тебе из пяти заброшу. Так что-то сделаю. Готов? А-а-а. Попробуй. Счет 2-2. Гоу. Еее. Победа, ладно. Ну, ты победил, если по тем правилам играть, которые я придумал, ты победил. Ты молодец. ты это место сам выбирал нет тебе дали мне дали да все тебе нравится да в моих важны для тебя место в раздевалке но я ой 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 Это круто, я в центре всего, мне нравится. Мы выберем самое интересное и подарим вам этот джерси. Я с автографом. Давай, Рома. Пишите в комментариях, и этот джерси окажется у вас.